Прошедшая в Санкт-Петербурге выставка «Православная Русь» предлагала не только качественные продукты, книги и церковную утварь. Словно двумя крылами, она осеняла каждого посетителя еще и программы кинопоказов и серии первоклассных концертов. На одном из таких мероприятий наша съемочная группа познакомилась с петербургским священником, который служит, поет и собирает общину для строительства нового храма. Каждый священослужитель к сердцу своей паства имеет свой уникальный подход. И часто светская профессия, полученная еще задолго до рукоположения, становится ему опорой в строительстве приходской общины. Петербургскому священнику Анатолию Першину помогает в создании храма песня. Гитара в его руках даже в молодежной аудитории быстро растапливает лед безразличия, а доверие к человеку и музыканту быстро перерастает в доверие к священнику. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Страданием заплатить за эту возможность жить и чашу до дна и спить. Отец Анатолий – профессиональный музыкант, однако и в руки выдают в нем скорее строителя. В начале своего служения построил отец Анатолий в Санкт-Петербурге подворье Антонио-Сийского монастыря для Архангельско-Холмогорской епархии. Сегодня отец Анатолий все начинает сначала, но у него есть приход во имя святителя Василия Великого, и по его прошению и ходатайству митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира в живописном пригороде Санкт-Петербурга, Васиновой рощи, при ходу выделен участок земли под строительство церкви. Храм будет носить уникальное для России посвящение во имя чуда архистратига Михаила в Хонях. В Васиновой рощи у поклонного креста каждое воскресенье отец Анатолий со своей общиной читает Акафисты и служит молебной о помощи в строительстве храма. И мы туда приходим, нас кусают комары, дождик идет, сейчас темно, мы под зонтиками там молимся, холодно. Но я вот жарче молитвы я нигде еще не встречал, как вот в этом месте. И люди собираются и не хотят расходиться. На молебную мы каждый вечер в воскресенье в 7 вечера мы собираемся там, у креста, в Осиновой рощи, на месте разрушенного храма. Я приглашаю всех желающих помолиться в это место, и вы ощутите Божью благодать.